Здравствуйте, дорогие друзья! Мир вашим сердцам, мир вашим домам и целостность вашей личности. Пусть слово благословения созидает вас каждое утро, потому что вы очень важны для Бога и удивительны по своему составу. Я сейчас даже говорю не о телесной оболочке, хотя и она очень важна, и для нас, пока мы на этой земле, является ценной. И более того, пусть она будет в здравии, потому что благодати Божьей достаточно, и мы дивно сотворены, поэтому пусть все работает в первозданном Божьем режиме. И сейчас я благословляю все ваши системы, органов, быть подчиненными Божьему импульсу жизни, который внутри нас в каждой клетке. И слава Богу за то, что и мысли свои мы можем подчинить Ему сейчас, потому как от мыслей сигналы поступают во все наше тело. И пусть мысли будут позитивны, пусть разум будет освещен, пусть внутренность наша через это получает энергию жизни. Итак, я вас благословляю на старте этого дня. И хочу напомнить, что мы говорим о Библии, как о книге, которая является для нас законом к действию, и повелениями самого Творца, который делает нас успешными и результативными. И слово, которое я хочу сейчас прочитать. Итак, братья мои возлюбленные, я сейчас и сестер, понятно, сюда всех, мужчин и женщин, «Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Всегда преуспевайте, будьте тверды. Что такое твердость, или, если так сказать, храбрость? Не поколебаться там, где другие отступают. Это значит, друзья, что каждый из нас может встречаться с какими-то великанами, с какими-то страхами. Кто-то скажет, нет, есть люди, которые никогда не переживают страхов. На самом деле это не так, потому что давление страхом – это то, что мы преодолеваем, когда оно встает на пути там, где ты никогда не был, там, где другие, может быть, отступали. И поэтому как явление, как попытка остановить тебя или меня подобные ощущения могут быть. Я сейчас не говорю о страхах, в которых люди живут, как уже в парализации, как страхи, которые овладели человеком. Это уже та духовная аномалия, с которой надо разбираться. Но я сейчас говорю о тех явлениях, которые, естественно, для каждого, кто начинает вступать во что-то новое, во что-то неизведанное, мысли, которые могут быть тоже разные. Так вот, твердость, непоколебимость, мужество, храбрость – это слова, которые можно назвать синонимы в данном контексте, о котором я хочу говорить. Потому что храбрость – это способность преодолеть страх. Мужество – это способность не остановиться там, где другие останавливаются. Поэтому я предлагаю вам разбираться со страхами. И потому апостол Павел говорит, и так возлюбленные, братья. То есть он говорит о людях, которые для него дороги, важны и близки. И я сейчас обращаюсь к вам, независимо от того, знакомы мы или нет. Потому что это послание Небесного Отца. А я его просто передаю. Будьте непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем. То есть Бог поручил тебе и мне дело. Преуспевай в нем. Сегодняшний день – это возможность. Не останавливайся. Будь тверд там, где другие оказались малодушными. Посмотрите, какое это слово. Мало души, мало целостности внутри человека, мало силы для воли, мало освещения для разума, мало целостности и защищенности чувств. А я предлагаю вам быть великодушными, быть людьми с великой душой, которые преуспевают в деле Господнем. И сам Бог выходит нам в этом навстречу. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы хотим быть великодушными. Мы хотим быть людьми, которые знают, как получать помощь от Господа, которые преуспевают в деле Господнем всегда. И сегодняшний день пусть не будет для нас исключением, но благослови нас быть успешными и преуспевающими, то есть преодолевающими какие-то препятствия, какие-то барьеры на нашем пути. И Ты нам в этом обязательно поможешь. Твои крылья, Твой ветер, который будет для нас попутным, Твое благоволение, Твоя благодать, она будет нас созидать. Я благословляю каждого человека знать Твой голос, понимать Тебя и слышать Тебя. И Ты даешь нам слышать Тебя везде, где мы должны еще только будем оказаться. Слава Тебе за это! Во имя Иисуса Христа! Аминь! Друзья, всего доброго! И пусть этот день будет благословенным днем! До свидания! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!